Теперь давайте разберемся, как скачать и установить CentOS в наш VirtualBox, чтобы иметь виртуальную машину, с которой мы будем работать в течение уроков. Задача довольно простая. Нам нужно скачать дистрибутив, установить VirtualBox и подготовить виртуалку к дальнейшим занятиям. Все это сейчас мы с вами сделаем довольно-таки быстро. Для тех, кому совсем лень что-то искать, мы можем попросить найти Яндекс. Яндекс нам покажет сайт CentOS Project, centos.org. На этом сайте все, что нам нужно на данном этапе, это скачать дистрибутив. И вот здесь вот есть кнопочка Get CentOS Now. Получить CentOS Сейчас. И мы видим три варианта. DVD ISO – это все, что мы можем установить через GUI. То есть это будет образ установочной операционной системы. И все, что нам может предложить установщик, уже находится на этом DVD. Everything ISO – это уже дистрибутив такой побольше. В нем находятся вообще все CentOS-овские пакеты. Он нужен, если вы хотите, развернуть, скажем, какой-нибудь локальный репозиторий с пакетами в своей локальной сети. То есть это очень большой образ. Есть Minimal ISO – мой самый любимый образ. CentOS минимальный. Его достаточно для того, чтобы установить базовые вообще пакеты CentOS без графики. Без всего, а все, что нужно еще, потом докачать. Я щелкну на него, чтобы он не открылся в отдельной вкладочке. И вам пока покажу то, что все ISO можно скачать точно так же через торрент, если у вас вдруг слабенький интернет. И вот есть еще какие-то альтернативные даунлоуды. И в альтернативных даунлоудах вы можете посмотреть прошлые версии, допустим, CentOS. То есть сейчас у нас, вы видите, версия 7.4, 17.08. То есть от 8 месяца 2017 года. CentOS 7.4. И вот его поддержка кончается 30 июня 2024. Можно скачать CentOS 6.9. Он кончится в 2020 году. И есть у нас вот здесь вот не самые последние релизы для разных архитектур. Есть, есть облачные, куча, куча различных вариантов. Нам это все сейчас на данном этапе не нужно. Нам нужен мой минимал образ. И для того, чтобы скачать минимал образ, нам нужно скачать его с какого-нибудь из зеркал. Я люблю обычно скачать с Яндекса. У него самые быстрые, чаще всего, сервера. Вот, Mirror, Яндекс.Ру. Но неважно, можно скачать откуда угодно. Важно, чтобы это был 17.08. Это последний на данный момент на запись урока. Но неважно, вы всегда можете обновиться. Архитектура x86-64 нас полностью устраивает. Выбираем, запускаем скачивание. Я на самом деле уже скачал, поэтому я сейчас это все тормозну и перейду в свой VirtualBox. Итак, создаем новую виртуальную машину. Мы с вами это уже делали. Я назову ее CNT7 и VirtualBox. Он обычно умный. Если начинаешь называть виртуальные машины как дистрибутив, он снизу вот сам меняет название. Но, в общем-то, я назову ее CNT7. И здесь, внизу, мы можем выбрать, что за тип операционной системы у нас будет. Это помогает VirtualBox немножко настроить виртуальное железо под ту виртуалку, которая будет создаваться. Если там больших таких между ними разниц нет, вы можете погуглить, в чем разница. У нас с вами, в любом случае, это Linux. И в Linux, видите, здесь есть отдельно Fedora и отдельно Red Hat. Например, и мы знаем сами то, что CentOS это, грубо говоря, бесплатный Red Hat. Мы ставим Red Hat 64-разрядный. У меня такой процессор. Я скачал такой дистрибутив, и поэтому у меня все это должно заработаться. Значит, оперативки я ему дам, давайте, 4 гига. Мне не страшно. У меня ее полно. Создам новый виртуальный жесткий диск VDI динамический, который будет автоматически у меня расти, когда нужно. Ну, скажем, гигов на 30, хотя вряд ли мне когда-либо потребуется больше, чем 10 гигов. Но я лучше сейчас сразу задам ему такое ограничение. Создается виртуальная машина. Вот она создалась. Захожу в ее настройки. Мы здесь можем много разного всего посмотреть. Я вижу то, что она будет хранить снимки также на моем диске V. На этом диске хранятся снэпшоты, если я буду делать снимки состояния операционной системы, чтобы к ним откатываться. Важно, что если вы решите экономить место на SSD и скажете то, что у вас снэпшоты будут лежать на другом диске, на каком-нибудь обычном харде, то у вас все будет сильно тормозить, потому что операционная система все равно опирается на тот снимок, который был последним. И лучше хранить снимки на том же самом SSD. Значит, есть много параметров. Мы особенно заморачиваться с ними не будем. Я просто покажу то, что вот здесь есть, например, флопик. Я его, не знаю, давайте оставлю. Он мне пригодится для каких-нибудь дальнейших уроков. Можем здесь поменять порядок загрузки. Нам это все сейчас не важно. Вот у меня здесь один процессор. Я скажу, что было бы, например, два. Потому что у меня восьмиядерная система. И у меня есть восемь ядер. Вот я два дам под эту виртуалку. Так, что мне еще может пригодиться? Я выключу, наверное, аудио. Мне не нужно аудио на этой машине. Не нужен звук. Ну и самая важная сеть. Давайте я для этой виртуальной машины поставлю сетевой мост так, чтобы она была видна в моей реальной сети. Сетевой мост. Нужно указать мост к какой именно сетевой карточке. У меня, вы видите, несколько сетевых карточек. VPN-овская, обычный Ethernet и Wi-Fi. У меня Ethernet не подключен. Wi-Fi моя сетевая карточка, поэтому сетевой мост для нее. Дополнительно нам сейчас не нужно, но вы можете здесь посмотреть различные типы адаптеров. Если иногда нужно сделать какую-нибудь интересную виртуалку, серверную, которой нужны какие-то расширенные возможности, то иногда приходится здесь менять тип адаптера. Чаще всего все работает с вот этим 1000MT сервером. У меня сейчас пусть будет Intel Pro десктоповая сетевая карточка. Базовая нас все сейчас устраивает. Можно еще использовать общие папки, подключать их к виртуалкам, но нам в Linux это пригождаться не будет. С Windows это может быть удобно. Вы просто выбираете каталог какой-то на вашем компьютере реальном. И в виртуальной машине он становится доступен в том месте, где вы скажете. Так вот, сейчас все, что я сделал, это выбрал тип подключения сетевой мост. И добросил одно ядро процессору. Все, больше здесь я ничего не делал. Вы можете в принципе ничего не делать, тогда у вас будет надо. Нажимаю ОК и стартую виртуалку. Когда виртуалка стартует, ей нужно указать образ установочный, откуда ей нужно ставиться. И я знаю то, что я скачал свой вот в загрузках CentOS Minimal. Выбираю его. Вот он 800 МБ. Запускаю продолжить. И вот у меня сейчас вот здесь начнется установка моего CentOS. Выбираю Install CentOS. И запускается красивый установщик CentOS. Сейчас я как-нибудь так окошко расположу. И вот запускается Anaconda. Это установщик CentOS. Я уже не помню, сколько ему лет. Виртуалбокс сразу установил то разрешение, которое есть по умолчанию для его видеоадаптера. Так что мне придется немножечко с окошками повозиться. Ну, в общем-то, стоит английский язык. Английский язык нас целиком и полностью устраивает. Потому что если у нас не будет там английского языка, мы можем очень сильно намучиться со шрифтами. Нажимаю Continue. Дальше он спрашивает нас, как мы будем это все настраивать. Значит, мне не устраивает Йоханнесбург. Мне нужна Москва. Вот она, я в нее попал. Нажимаю Done. Дальше, что меня здесь может заинтересовать? Есть выбор установки. Так как у меня сейчас, в принципе, дистрибутив минимал, здесь доступен только Basic Functionality. То есть основной функционал. Если у нас здесь был DVD, было бы много вариантов. Установить такие-то пакеты, такие-то, настроить это как виртуальную рабочую станцию, как сервер, как все что угодно. Но у меня базовая функциональность, минимал, поэтому здесь я выбрать ничего не могу. Важные параметры находятся здесь. Во-первых, нужно разобраться с разбиением жесткого диска. Мы с вами еще будем разбираться в отдельных уроках с тем, как разбивать жесткий диск. Сейчас у нас как бы такой подготовительный урок, поэтому мы не заморачиваемся. Мы видим, что у нас жесткий диск на 30 гигов. И у нас здесь стоит вариант автоматически создать разделы. Нас это полностью устраивает. Мы сейчас доверимся системе. Поэтому я нажимаю Done. Просто это нужно подтвердить, иначе у нас с вами останется здесь красный восклицательный знак. И второй вариант, то, что нам нужно обязательно сделать, это указать настройки сети. По умолчанию сеть у нас выключена. Поэтому нам нужно ее обязательно включить. И мы видим сразу, что я получил IP-шник от моего маршрутизатора в моей подсети. 102.168.42.104. Прекрасно. И желательно еще здесь справа снизу сразу назвать как-то машину. Я назову ее CNT7. Не буду указывать, наверное, домен. Хотя давайте укажу. CNT7.LAN. Пусть будет у меня такая доменная зона. Меня так устраивает полностью. Нажимаю Apply. После чего слева сверху снова нажимаю Done. Все готово к установке. Справа снизу нажимаю Begin Installation. И в верхней части экрана мне показывает, что у меня нет пароля для пользователя Root. А он мне нужен. Поэтому я его создам сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И слева сверху, как обычно, Done. И так как пароль короткий, он меня об этом там где-то внизу сейчас предупреждает, Done нужно нажать два раза, чтобы подтвердить, что мы действительно хотим использовать такой легкий пароль. Также мы можем с вами создать вот здесь вот пользователя. По умолчанию он не будет создаваться. И тогда мы будем работать с пользователя Root. Меня сейчас это в принципе устраивает. Но можете создать себе отдельного пользователя вот здесь. Система вот устанавливается. Устанавливается она довольно-таки быстро. Дожидаемся, когда этот процесс подойдет к концу. Пока система останется, давайте с вами скачаем PuTTY. Я сразу ее нагуглю. Знаю, что сайт PuTTY. На сайте PuTTY. Это наш SSH клиент. Мы его вот здесь вот прям сразу скачаем. Опять же скажу то, что клиентов SSH очень много. PuTTY самый простой, самый примитивный. Не обязательно использовать его. Вот можно скачать Installer. У меня он уже скачан и установлен. Можно скачать PuTTY, Kitty, что-нибудь посильнее, поумнее. Целую среду можно скачать SSH с отправкой файлов, со всем чем угодно, со скриншотами, с буфером обмена и так далее. Мы используем базовый функционал PuTTY. Любой из установщиков скачиваете, который вам наше нравится. Ну, 32 бита или 64 бита, как обычно, смотря какая у вас система, какой у вас процессор. После чего ставите просто точно так же, как обычную программу. CentOS тем временем установился и просит перезагрузки. Нажимаем Reboot. И система уходит в Reboot. При запуске она спрашивает, какую будем использовать версию CentOS. У нас сейчас одна версия. Вы видите, вон там наверху даже ядро. Ничего не нажимаем, оставляем все по умолчанию. И сейчас наш CentOS запустится. В принципе, все сразу готово к работе. Вы видите, у нас нет графики. Выбираем наш логин root и пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6. И, в принципе, можем сразу работать. Значит, мы сейчас с вами быстро подготовим виртуалку к тому, чтобы можно было работать с ней дальше. Прежде всего, мы проверим, что у нас есть сервис SSH, DMN, SHD, статус. Мы видим то, что он Active Running, то есть мы можем подключаться к этой системе через SSH. Теперь нам нужно сделать две важные вещи. Первое – это выключить Firewall D. Для этого мы с вами скажем, допустим, System.ctl. У нас здесь уже давно-давно System.d, поэтому не обязательно, как я в прошлом, экранчики использовал сервис. Можно использовать System.ctl. Вы просто пока банально за мной повторяйте. Мы это все будем разбирать в дальнейших уроках. System.ctl, допустим, статус нашего Firewall D. По сути, та же самая команда, что сервис Firewall D статус. И видим то, что он тоже Active Running. К нам не нужен сейчас Firewall, поэтому мы скажем, чтобы, во-первых, этот Firewall D был остановлен. System.ctl.stop Firewall D. И затем мы скажем, чтобы он был убран из автозагрузки. System.ctl.disable Firewall D. Отлично, у нас с вами Firewall остановлен. Мы можем командой, допустим, aptable с минус L посмотреть. Везде Accept, нет никаких правил. Значит, Firewall у нас сейчас отрублен. Опять же, это тоже будем разбирать в дальнейших уроках. Сейчас просто подготовка, выполняем базовые команды. Второе, что нам может очень сильно мешать, это C-Linux. Нам нужно его выключить через текст в редактор V. Я перехожу по пути ETC, C-Linux. Несколько раз нажимаю табы, чтобы вспомнить, какие там есть файлы. Вижу вот то, что там есть конфиг. Выбираю конфиг. И это файл настроек C-Linux. Я перехожу курсорчиком на ту строчку, которая мне нужна. Вместо Enforcing я стираю Enforcing. Нажимаю клавишу A, Append, добавить. И вы видите, у меня слева снизу появилась надпись Insert. Я теперь могу сюда вставлять текст. Я пишу, как мне выше подсказывает этот же самый файл конфигурации, Disabled. Нажимаю Escape. Двоеточие у меня это на клавише G. И записать изменения. И выйти. VQ. Enter. Записали изменения, вышли. По-хорошему нам нужно перезагрузиться, чтобы этот C-Linux точно отрубился. Но перед этим мы еще с вами давайте обновим систему. Вдруг с момента выхода дистрибутива, а вы видели, это 17.08. 17-й год, сейчас уже точно есть обновление. Мы напишем YAMAPDATE. YAMAPDATE у нас сейчас подгрузит информацию и все о репозиториях. С пакетами посмотрит, есть ли там обновление и предложит нам обновление. Отлично. Мы видим, что нам доступно 5 пакетов для установки и 8.7 для обновления. Это 163 мегабайта. Нажимаю Y, yes, я готов на все это скачивание и установку. И запускается процесс обновления системы. По дороге у нас просят еще импортировать ключи для работы с какими-то дистрибутивами, с какими-то пакетами, с какими-то репозиториями. После чего начинает обновление всего того, что он скачал. Отлично. Лично я еще люблю добавлять те пакеты, которые обычно используют. Для этого мне нужно поставить EPL. Только я не помню, он, по-моему, пишется EPL Release. Это отдельный репозиторий с кучей дополнительных пакетов. И теперь я могу поставить все, что мне нужно еще. Как правило, это Vimprove текстовый редактор, который я люблю использовать. Htop для производительности. Можно еще поставить какие-нибудь перлы, питоны. MC можно поставить для удобства. 3 можно поставить для удобства. В принципе, мне кажется, вот этого набора. Так, мне еще нужны сетевые утилиты. Но я, честно говоря, не помню, как они пишутся для и в конфига и для всего прочего. Вот при обновлении он уже начал ссылаться, смотреть и обновлять информацию о репозиториях EPL. Можете почитать об этом репозитории, что это такое, что в нем обычно есть. Готово будет ставить 4 новых пакета и еще аж 30 пакетов под зависимостью, чтобы это все работало. Видите, Perl он сам подкачивает все, что ему нужно. Не помню, кому из этих пакетов нужен Perl. У EPL, вы видите, есть свои репозитории, ключи которых нужно тоже установить для работы по HTTPS. Так, и теперь тот самый пакет, который, я не помню, как называется. По-моему, он называется NetTools. Можно, конечно, через все, чего поискать, но если сейчас он его не найдет. Вот, нашел NetTools. Все прекрасно. Y. Теперь у меня все готово для работы. Я сделал, на всякий случай, перезагрузку через Reboot. И вот, вы видите, у меня уже обновилась система и появилось немножко посвежее ядро. И сразу у меня по умолчанию уже используется это ядро. И вот моя система готова к работе. Я в нее залогинюсь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И проверю IP-шник. И в конфиг. Я поставил NetTools и в конфиг должен работать. Вообще, все стали постоянно возмущаться, что и в конфиг это уже утилита, которая старая и не используется. Давайте сделаем IP ADDR, чтобы никто не переживал. И в IP ADDR я вижу то, что у меня есть IP-шник, 192, 168, 42, 104. Давайте я открою PuTTY. Вот так вот выглядит мое окошко PuTTY. И подключусь к 192, 168, 42, 104. Давайте я сразу сохраню, наверное, эту сессию как CNT7. Говорю Save. И говорю Open. У меня вот здесь появляется предупреждение о том, что мы еще ни разу не подключались к этой виртуальной машине. И нам нужно понять, хотим ли мы доверять этой машине. Я говорю, да, мы хотим доверять. И вот я пытаюсь подключиться root. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Моя машина, вы видите, это CNT7. Вот она. Я к ней подключился. Я могу с ней работать через SSH. Теперь мне не нужно туда-сюда дергать мышку, возвращаться в окно VirtualBox. Выдергивались оттуда мышку, возиться с разрешением экрана. Я теперь работаю по SSH через эту программку, через PuTTY. И меня это полностью устраивает. Раз у меня виртуальная машина работает, я могу тогда перейти вот здесь вот в снимки и сделать снимок состояния. Написать, что это у меня clean. Свежая установленная виртуалка рабочая. И я всегда смогу откатиться на этот снэпшот, если вдруг что-то пойдет не так. То есть все вот эти вот действия по обновлению, по всему мне больше выполнять не нужно будет. По-хорошему нужно виртуалку погасить, прежде чем делать снэпшот. VirtualBox не совсем бывает корректно работает с уже запущенными виртуалками. Но я не думаю, что мне часто нужно будет сюда откатываться. Тем более через месяц выйдут новые обновления пакетов. Я обновлю снова свой цинтос, сделаю новый снимок состояния, этот смогу удалить. Вообще здесь можно дерево снимков состояния вот таких вот делать. И потом по ним переключаться через восстановление. То есть с виртуалбоксом у вас всегда есть свобода такая. Важно просто перед каждым каким-то серьезным изменением делать на всякий случай снэпшот, чтобы можно было откатиться. Я же, собственно, теперь могу выключить свою виртуалку и заниматься своим делами. Итак, мы зашли на сайт Сентоса, скачали нужный нам дистрибутив, установили этот Сентос в нашу виртуалбокс, получили виртуальную машину, обновили эту виртуальную машину, выключили Firewall, выключили все Linux, установили необходимые пакеты, убедились, что мы можем подключиться по SSH, после чего сделали снимок состояния этой виртуальной машины, и она у нас теперь готова к экспериментам. Продолжение следует...